Не каждый день в центре современного города можно увидеть рыцарей. Так маленький Платон назвал участников соревнований «Одинцовский рубеж». Сначала мальчик понаблюдал за стрельбой из лука, потом изучил копья. Интерес к происходящему налицо. Именно этого и добивались организаторы пешего исторического многоборья, перенося место проведения соревнований с лыжероллерной трассы в центр Одинцова. Нам понравилось, мы с сыном проезжали мимо, как раз едем на лыжероллерную трассу. Мы остановились показать ребенку рыцаре. Сами рыцари – не столь однозначного мнения о переменах. Дружинники клуба «Венский сокол» из Власихи на лыжероллерной трассе чувствовали себя ближе к природе. А значит, и к той эпохе, которую реконструируют. Там место интереснее. Там лес ближе к природе, нет асфальта. Обраги, буераки, вода, падаем в грязь, весело. Дружинники «Венского сокола» – люди военные. Их физической подготовке многие могут позавидовать. Но организаторы продумали все так, чтобы шансы были равны у всех. Одинцовский рубеж – это 11 разных препятствий. Поединок в числе самых зрелищных. Мечей здесь нет, есть тямбары. Перед нами тямбара. Это спортивный снаряд для обучения историческому фехтованию. Прежде чем взять в руки железный меч или другое клинковое оружие, ребят сначала учатся обращаться с таким гуманизированным аналогом клинкового оружия. Он имеет рукоятку, имеет рубящую часть. Внутри там утеплитель мягкий. Поэтому при попадании в корпус травм не остается. На первый взгляд преодоление Одинцовского рубежа не имеет никакого отношения к современности. А на самом деле в его основе нормы ГТО. Когда мы думали о том, как мы построим наше состязание, мы опирались, конечно, на нормы ГТО. И поэтому у нас есть и метания, и силовые какие-то элементы. Кроме того, нам показалось интересным сделать синтез разных видов средневековых упражнений с разными видами вооружения. Это традиционные нормы ГТО можно сдавать в спортивном костюме. На соревнованиях с историческим колоритом внешний вид участников имеет большое значение и оценивается отдельно. Почти все шьют свои костюмы самостоятельно. Все должно соответствовать эпохе икрой, и материалам, и даже технология пошива. Материалы, нити, даже те вещи, которыми мы это делаем, мы стараемся делать аутентичными. То есть костяные иглы. Если мы куем какие-то элементы доспехов или оружия, то мы стараемся тоже соблюдать технологию. То есть не используем современных дрелей, станков, а соблюдать то, что было в тот период. Не всегда, конечно, получается. Есть вещи, которые мы не в состоянии так сделать, но мы стремимся. Преодолевать Одинцовский рубеж вызвались 19 любителей истории. Самые-самые удостоились ценных призов и грамот. Выигрыша остались и Одинцовцы. Они получили яркие впечатления на свежем воздухе и совершенно бесплатно.